Привет! Сегодня я расскажу про действительно интересный и можно даже сказать уникальный аксессуар для шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2, который я заказал с сайта Алиэкспресс. И пришла мне вот такая коробчонка по дизайну, точь-в-точь напоминающая оригинальное оформление коробок Quest 2. Сняв внешний слой картона, нам свой внутренний мир раскрыл небольшой сундучок. Внутри оказался целлофановый пакетик, в котором лежала центральная лямка на липучках с обоих сторон, коротенький провод с Type-A на Type-C и цветная инструкция на китайском и английском языках. Ну и собственно сам девайс. И если ты еще не догадался, то это головное аккумуляторное крепление Q2 от производителя KKC OBVR. Устройство является прямым конкурентом элитного окулусовского крепления с батареей. Теперь нужно снять старое оголовье и на его место установить обновку. Причем боковые лямки не прищелкиваются, как у остальных креплений, а как бы натягиваются на шлем, что упрощает его монтаж. В плане дизайна оголовье хорошо сочетается со шлемом и комфортно сидит на голове, благодаря очень упругим задним подушечкам и мягким подушкам на рожках. С каждой стороны есть шарниры, которые сгибают всю конструкцию, но не имеют фиксированных позиций. Гнутся очень туго и в обе стороны, из-за чего они предназначены для облегчения снятия и надевания шлема. А скорее для того, чтобы какой бы у тебя ни была голова, крепление подойдет как на огра, так и на ребенка. Лямки пластичные и неплохо гнутся, но например мой оригинальный Oculus Elite Strap тоже гнулся будь здоров, до тех пор пока не лопнул. Так что если оно гнется, это еще не значит, что его можно дубасить об пол. На задней части расположена кнопка, одно нажатие на которую включает док питания шлема, а двойное выключает. Порт USB-C, через который заряжается оголовье и шлем, три светодиода, отображающие уровень заряда и вход Type-A, который передает энергию на USB-порт шлема через проводок. А зачем вообще менять стандартное крепление? Ведь оно неплохо справляется со своей задачей держать шлем на голове. Дело в том, что она по сути резинка, которая по своей природе впечатывает шлем в лицо, создавая давление на фейс и оставляя следы. В то время как продвинутая лишено таких проблем. Легче одевается, лучше распределяет вес шлема на голове, из-за чего он кажется легче и в нем можно провести гораздо больше времени. Кстати о продолжительности игры. Сам по себе шлем может проработать без подзарядки чуть больше чем 2 часа. Но для тех, кому этого недостаточно, для тех, кто хочет флексить VR-е нон-стопом everyday и придуманное оголовье с дополнительными источниками питания. И в чем уникальность конкретно этого устройства? Это то, что на задней части сверху и снизу есть отсеки, в которых расположены съемные аккумуляторы формата 18650 по 2600 мА каждая. В общей сумме добавляя 5200 мА к стоковому заряду, увеличивая время работы Oculus Quest 2 на 2,5-3 часа. Кому это может быть интересно? Ну, во-первых, любому, кто играет в Quest 2 долго. А также тому, кто хочет заряжать реже. Или в большой семье, чтобы заряда хватило на всех. Ну и, конечно, людям, которые имеют свои клубы и VR-аттракционы на базе Quest 2, где админу проще будет купить несколько комплектов батареек и перекидывать их, чем несколько раз за день подзаряжать сам шлем. В целом, головным аккумуляторным креплением от KKCOBVR я остался доволен. По мне так это достойный конкурент Oculus Elite Strap Vif Battery, который при этом стоит не 15 и не 20 тысяч рублей, а в 2-3 раза дешевле. Я так вообще свой урвал на Черную Пятницу всего за 4,500, что по мне так для такой штуковины очень даже норм. Ссылка на данный девайс будет в описании. Подписывайся на канал, а также на мою группу ВКонтакте, чтобы не пропустить новые видео и самые важные новости мира виртуальной реальности. С вами был Медведи Водки, это время VR, в котором мы живем. Редактор субтитров А.Семкин